Встречайте, типичная ведущая типичных черкас Встречайте, типичные черкасы 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 Когда кухня, в принципе, как это называется, когда выезжает кухня? Полевая кухня. Кейтеринг, Антош. Кейтеринг, да. Когда готовят, в принципе, подходишь, кушаешь, угощаешься, и они себя тихонечко там рекламируют, а ты себе угощаешься, да? Отлично. Некоторые люди вообще в этот день могут поесть. Такие же есть. Еды, например, да. Спасибо большое, спасибо большое. Побольше халявы мы обращаемся. Готовьте в Долине Рот, где-нибудь в центре готовьте. Хороший вариант, кстати. Отличный вариант. Да, отлично. Дальше, дальше. Друзья, у кого еще? Пожалуйста. Здравствуйте. Покажите крупным планом, пожалуйста. Как вас зовут? Валентина Моисеевна. Валентина Моисеевна, мы очень вам рады, нам очень нравится ваш наряд, мы хотим вам поаплодировать. Пожалуйста, поаплодируйте Валентине Моисеевне. Да. Какой день города вам запомнился? Возможно, посоветуйте что-то администрации. В Уроте. Валентина Моисеевна, в общем, був дуже гарний день нашого міста. Это было очень чудово. Молодь, я делала флешмобы, очень красивые, приготовленные. Я читала свои вирши, меня наградили дипломом и вручили очень ценный, гарный подарок. А какой? Если не секрет, что за диплом и подарок вам вручили? Мне очень интересно. Ну, диплом вручили за лучший вирш, написанный про Черкасу, а подарок – это набор склядной посуды, кувшин и шесть стаканей. Скажите, пожалуйста, а если мы сейчас сделаем так, как организаторы Дня Міста, и попросим вас зачитать вирши, хотя бы какую-то его часть, и также подарим вам подарок. Потому что у нас просто есть Володимир, он пишет хорошие вирши про Черкасщину, но всегда не довисует. Давайте поаплодируем Володимиру, пожалуйста, он пишет вирши про Черкасу. Володимир у нас, до речи, но он их зачитывает, не зачитывает, а спевает, ну, знаете, как репер. И важно, вы прочитаете своего вирша, а он напишет до него музыку, и на наступный день Міста вы разом просто выступите, и все. Можно попросить вас? Будь ласка, давайте поаплодируем, хотя бы несколько строк из того вирша. Будь ласка. А ну-ка. Ну, я тоже его написала на чужую музыку, бо музыки я сама не делаю. Сплять в задуме Черкасы над нашим Днепром. Не надо битбоксов. Дякую. Цього досить. Дуже дякую. Ми дуже рады и счастливы, что есть такие люди в Черкасах. Антош, давай какой-то подарунок классный подарюемо. Выбери, будь ласка. Який в тебе є. The force be with us, with us, with us. Я бы почему-то подумала по поводу музыкальных коллективов, больше развлекательной программы, например, те, которые из Черкас, тот же Boombox, Хуевнюк, то есть вот больше... Ну, понимаешь, дело в том, что когда приходишь в администрацию и говоришь, давайте сделаем концерт группы из Черкас, они думают, что это эффект бабочки, а потом ты им приходишь сценником, а они думают, почему? Boombox. Boombox, хорошая идея, юно. Хорошая. Boombox, отлично. Boombox. Кто еще из Черкасы у нас очень известный? Крик ежа. Что? Что? Ну, ты не знаешь, что группа, но она есть. Underground какая-то? Да, супер Underground. Подвальный ромбокс. Boombox, крик ежа. The force be with us, with us, with us. Было бы очень хорошо, если бы сделали какие-то до дня места в фестивалях, показывали, знову ж таки, побольше наших творцов, художников. Как в Львове? Как в Львове, так. Больше таких, даже не на сцене, не чтобы все происходило на сцене. Можливо, там на улице просто. Кожен показывал, что он умеет делать. Кто, например... Ты редко бываешь в Манхэттене, тут в ночи люди, когда после «Инклюзива» выходят на парковку и показывают, что он умеет делать. Доброе, доброе. Мы сразумили думку, да, мы все поняли, месседж передали. Спасибо большое, спасибо. А насчет Львова, честное слово и правда. Во Львове дни города происходят без всяких там артистов, просто местные люди делают. Кто там робеякусь, гончар робеякусь там склянку. Хорошо, ну а в Черкасах что это будет? Парад гопников, ну, из реального. Парад гопников. Ну все, прошлись по всем тычкам. Раз, два, три, четыре, раз. В Черкасах очень много. Мы танцуем за химпасом. Анташа, я к вам не спил к вас с тобой. У нас в Черкасах очень много талантливых людей. Можно сделать парад литераторов, они будут зачитывать. Я к этому подспорить. Существуют талантливые гопники. Это факт. Мне кажется, ты давно не ночевал в спальных районах, не ходил ночи. Вот, вот слушатели. Ты знаешь, куда идти. Потому что мы выходим так-то и на радио. Привет, Саша, Наташа, привет. Привет. Какое мнение? Давай. Ну вот сейчас такая мания от Ice Back in Challenge. Ты видела наш сценарий? Просто дело в том, что наш сценарий – это следующая рубрика. Ну ладно, давай. Ну вот, например, Чену он сделал герб Чену. Можно сделать герб Черкас? И облить водой. Да. Нет, ну из людей сделать герб Черкас. Вот Чену он сделал половину... Да, я видел видео. То есть сделать герб Черкас, получится такой флешмоб и что? Ну, облиться или пойти в Днепр? Облиться. Облиться. В принципе, отличная идея. Вы у девочек витаминки не брали случайно? Нет, нет. Почему? Хорошая идея. Ну ты представь себе этот герб Черкас. А какой герб Черкас? Это казак на коне, да? Сделать из людей. Ну да, в принципе. Ну да. Почему? Почему? И в Днепр уйти. Вместе. Вместе. Лежа вот так. Спасибо вам большое за вашу активность, друзья. Мы еще вернемся. Молодцы, похлопайте себе. Окей. Сегодня хочется задать тебе такой вопрос. Дима, у тебя есть дядя вообще? Это украинец, правильно? Правильно? Ну украинец. У тебя есть дядя? У меня есть дядя. У меня есть дядя. И у Украины есть дядя. И у Украины есть дядя. И есть человек, вместе с дядей приехал, которого Бурым-Бурым его еще называли. У меня нет Бурыма, и у тебя нет. А у Украины есть Бурым. И дядя есть. А в Манхэттене сейчас дядя Жора и Андрей Бурым-Бурым. Встречайте! Давай! Вот же они, это они. Да, вроде они. Ребята, ну что? О, я нашел дырочку. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. У нас там ход. Не-не-не-не. Там там ход. Поздно. Поздно. Мы уже здесь. Всем здравствуйте. Спортивные ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Так. Всем добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Что это у вас так тихо? Как положено? Черкассы! Здравия. Оу. Можно. Прикинь, черкассы вообще рулят на хлеб. Кокаин высыпали. Боже мой. Что ж вы? Сдавно на Украине истнует традиция, коли дорогие госты встречают с хлебом и селью. А он говорит, что в Черкассах есть традиция, что встречают с хлебом и селью. Хлеб, чтобы не знать в жизни бит. Зачем вы кокаин насыпали на хлеб? Зачем? Нехай никто не знает, что это кокаин. Так, я оторвал кусочек. Скажут, что кто больше шматок хлеба отломает, то и не спал с продюсером. Я победил! Нет, аплодирует она не тебе, аплодирует она Андрею сейчас. Да, я подтверждаю, он со мной не спал. Друзья, дядя Жора и Андрей Бурим-Бурим! Спасибо! И Антон Куцелепа с хлебом и селью. Да, всем здрасте, черкассы. Добрый вечер. Парни, парни, у нас таких аплодисментов не было очень-очень давно. Честное слово, очень спасибо вам, что вы приехали. Это первый столик, кстати. Это все первый столик. От первого столика вам бутылочка. Чего там у нас? Дюшеса Кристалл. Мы сейчас хотим задать вам огромное количество вопросов, потому что вы же когда-то играли в КВН. Ну, это... Да, мы играли в КВН. Да, это было. Да, мы играли в КВН. Это было. И самый сложный, конечно же, конкурс КВН-а, это быстро отвечать. Это разминка. А нам надо по очереди отвечать? Да, по очереди. И сейчас нужно решить, кто первый будет это делать. Давайте. Первый будет отвечать Дима. Первый будет отвечать Дима. Дима, готовься, пожалуйста, к тебе вопросы. Дима, готовься, пожалуйста. Дима, готовь. Валера тоже, все нормально. Все нормально. Чтобы никого не перепутать, первым будет отвечать дядя Жора. Окей? Давайте поаплодируем громко. Да, задание главное — неправильно отвечать на вопросы. Да, задача неправильная. Очень быстро неправильная. Ну, например, давай порепетируем. Как тебя зовут? Дима. Это же правильный ответ. Хорошо, да, пойдет. Ну что, готовы? Да. Поехали, очень быстро задаем вопросы. Цвет молока? Черный. Отлично. Два умножить на ноль? Что? Хорошо. Продолжишь фразу. Главное бояться, а руки? Делают. Ну, в принципе, делают, да. На какой реке расположены Черкассы? На Черкасске. Хорошо. Кто поет песню «Дима, Дима, Дима Каляденко»? Лепс, конечно. Лепс. Просто у нас очень хорошая публика, они сразу представляют это. Да, Дима Лепс. Поехали дальше. Как говорит кошка? Не, кошка... Что-то, это мертвая кошка-то говорит. Можно только посочувствовать котятам. Андрея, они говорят «ээ». Да. После молнии всегда идет... Молния. Причем на штанах. Столица России. Россия... Эээ... Львов... Львов, столица России! Первый правильный ответ. Сейчас кто-то у себя в кабинете перевернулся. Застрелился. Кто-то... И слава богу. Кто-то проснулся, вот, вообще. И последние два вопроса для дяди Жоры. Кто живет в Китае? Эээ... Европейцы. Чего много в яблоках? Желе. 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 Отлично, отлично. Ну что, для Бурэма, Андрея, зададим пару вопросов. Они, по-моему, только что вдвоем отвечали. Это просто потому, что всегда Андрей перетягивает на себя одеяло. Хорошо, поехали дальше. Еще 10 вопросов, друзья, и время пошло. Лондон is the capital of... Да. Оф да? Засчитано. Национальный продукт Белоруссии? Винегрет. Правильно. Кто не играет в хоккей? Эээ... Мыши. Так. Как звали Монро? Монро... Борис. Петровна. Кто играл Терминатора? Бан Дам. Как звали собаку Герасима? Хер его знает. Вот так и звали, да. Никто не знает. И последний вам вопрос. Кто сейчас будет выступать на типичных Черкассах в Манхэттене? Дядя Жора и Андрей Бурганович. Хер его знает, правильно. Правильно. Парни, спасибо. Круто. Спасибо. О, наконец-то открыли клетку. Вы знаете, нам пришлось отвечать на все эти вопросы, потому что наши паспорта у этих ребят... У нас свадьбы зашли. Да. Всем здравствуйте, всем добрый вечер. О, пополнение девчонок. Отлично. Девчонки аплодируют сами себе. Парни, девчонкам. Мы вам, вы нам. Всем добрый вечер. Поехали. Да, кстати, давай в разгоночку про того, кто перевернулся после столицы России и Львов. Знаете новый анекдот про Путина? Правильно. Давайте еще раз. Я вам скажу, вы знаете, а вы скажите, нет. Я тогда скажу. Тогда слушайте. Давайте. Знаете анекдот про Путина? Нет. О, смотрите, не знаю. Тогда слушайте. Короче, секретарша заходит к Путину в кабинет, он такой себе шуршит, что работает, свои коварные планы. Извините за слово. Так, ну что, в разгоночку поехали, да? Самые последние, самые актуальные, самые свежие новости, соответственно, самые позитивные, которые происходят в мире под ваши аплодисменты. Поехали. В Черкасах есть злачный район? Как называется? Как называется? Д? Г? Подождите, Д район? А Д той район? А Д той район? Там? Песля Г? Песля Г и Д Д район? Ого. А у вас с геолокацией все нормально там? То есть Д район, даже не Г? Еще хуже? Ооо. А есть кто-то с Д района? Вот это ты зря спалился, чувак. Говорят, что хуже Г. Меняй прописку, переесть хотя бы на Г. А есть Г район? Хотя бы на Х. На Х это тоже не очень хороший район. Да? Это плохой вообще район. Как Владимир Владимирович. Так, ладно, тогда район Д. Да, правильно будет так назвать? Район Д. Ох ты моя маженька. Мы будем за тебя голосовать. Маленько так, а ты вы? Раз, голосуйте за меня. Мы не нацпрезиденты Д района. Оказывается, Д это Днепровский. Конечно. Шо вы у Киева район стырили вообще? Пацанские терки. В пацанских терках у нас будет вопрос, который предугадали наши постоянные гости. Мы хотим поговорить про такое явление, мировое и черкасское, как Ice Bucket Challenge. Против, вот, пожалуйста. Против, да? Отлично. Да, давай послушаем. И вперед. Мы только что продемонстрировали наглядное пособие тем людям, которые чуть не умерли. Посмотри. Ты видишь, что делается? Да, это может быть так вот. Было бы классно, знаешь, прикольно. Кто против Ice Bucket Challenge? Там кто-то поднимает руку, я подхожу, а ему, а он отвечает такой. Я против этой херни. Я захрип. Ну, вот типа такого. Кто за? Кто считает, что Ice Bucket Challenge? Это вообще нормальная, крутая тема. И стоит себя облить водой. Дима, влитку начали все. Эпидемия, вы умерли люди все. Это по-перше было. По-друге, это такой флешмоб, он объединяет, например, ты передал другу, друзей передали еще и другим друзьям. Так прикольно, заходишь на сторинку. Как гепатит B, да? Он объединяет людей. Я прошу. Дима. Короче, это так, где еще объединяет. Ты заходишь на сторинку до друга, дивишься, как он облився водой. Ну, ты смешно. Ну, это какая-то такая фишка, которая объединяет всех. Зрозумело. Так, дам продолжение. Я против. Спасибо. Нет. На самом деле, не то, что прямо против. Я очень редко сижу в интернете. Если честно, даже не знаю, о чем речь. Вот. Но. Но интернет это такая штука, типа там где. Нет, не за интернет, за вот это обливание. Меня пугает то, что да, вот давайте благотворительность будем обливаться. А если завтра скажут, давайте будем вешаться. А давайте будем там еще что-то. Давайте убивать чернокожих. Это как-то, знаете, благотворительность хорошо, но... А если тебе друзья скажут с девятиэтажки прыгать, ты тоже пойдешь прыгать? Вот я не пойду. Мы поняли, мы поняли. Я пойду денежку может отдам или еще что-то сделаю. Я понял. Ну зачем вот это вот, давайте трусы снимать, давайте там еще что-то сделаю. Да, давайте. Да, ну давайте все активно снимать это. Короче, мы на одной волне почему-то, я считаю, и просто попозже пообщаемся. Просто бред. Спасибо большое, аплодисменты. Я тоже так считаю. Благодарочка. Вот так вот, друзья, вы знаете, что после нашего шоу, после того, как оно закончится, через какое-то время будет фотосессия с нашими гостями киевскими, поэтому пока что можете оставаться здесь, развлекаться, все равно пройдет какое-то время. Но сейчас подарочки. Подарочки. И мы вручаем их тем людям, которые действительно проявляли какую-то активность на протяжении всего нашего вечера, который проходил. И такие люди есть. Это Юнона и Виктория. Юнона и Виктория, друзья, это две девушки, которые отвечали прямо вот, ну... Выходите к нам, пожалуйста. Как питать, классно. Они думали, ну хоть завтра выспимся, хоть завтра не надо никуда идти. А нет, надо уже. Ручечку. Помогайте им выходить на сцену. Пожалуйста. Девчонки, ну мы вам хотим подарить вот эти вот прекрасные... Вика тебе уже не верит вообще. Вика, тебе не верит. Бывало дело, мне верить нельзя. Но я хочу подарить вам... А теперь верит. Вот так. Вот так вот, да. Два бесплатных хода. Девчонки, скажите что-нибудь на память нам. Да. Благодарочка. Спасибо большое. Аааа, супер. Блин, вы крутые. Давайте пятерочку. Классно. Пятерочку. Вот так, супер. И давай. Спасибо девчонкам. Спасибо девчонкам. Спасибо. Спасибо, спасибо, спускайтесь. Мы просто хотели с вами сфоткаться. Так, продолжаем дальше. Наши спасибо. Антош, а можно сейчас... Что ты будешь дарить? Вот это вот. Вот. Круто. У нас есть постоянные наши гости. Они всегда к нам ходят. Они дарят нам плакаты. Они дарят нам вкусные пироги и вкусное все. Мы огромное им спасибо еще раз говорим. Саша, Наташа, выходите к нам, пожалуйста. Дело в том, что эти ребята вообще сюда ходят. И вот изначально они приходили в свитере и в брюках, а теперь приходят в пиджаках и красиво разодеты. Дело в том, что вокруг них построили Манхэттен и типичные черкассы. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы просто приходите и особенно сюда участвуете. Вам дарим пиццу селянская. Одна из самых вкуснейших пицц в Манхэттене. Огромная-огромная такая. Аплодисменты вам. Угощайте. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Крабуни. Спасибо. Вот так надо делать. Опа. Опа. Супер. Спасибо, ребят. О, красавцы. Просто они уже наелись мексиканской кухни у нас. Мы им постоянно фахито, буррито. Все. Спасибо, ребят, за внимание в свои места. Можно себе уходить? А можешь... А у тебя есть фахито с курицей? Фахито с курицей? Достань, пожалуйста, фахито с курицей. Сейчас, подожди. Я прошу тебя. Он где-то в Лешаке у тебя. Там должен быть... Район Д, друзья, сегодня получает этот подарок. Это, друзья, действительно, all-inclusive бар. Когда захотите, тогда приобретете этот чему. Скажи, скажи, пожалуйста, что-нибудь, как говорят вот на районе Д, когда что-нибудь хорошее происходит. Мы же знаем, что это хороший район. Это ребята вот приехали из Кипа, они не знают. Мы знаем, что это хороший район. У нас тут половина сотрудников с района Д. Скажи, как бы отблагодарили вот на районе Д за такой подарок? Спасибо вам большое. Вы такие классные, у вас так весело оказывается. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Ты еще один all-inclusive хочешь подарить? Еще один all-inclusive. Я знаю... У нас немного представителей с этого столика осталось, прекрасного столика. Это столик, напоминаем, который на вопрос, друзья, вы за или против Ice Bucket Challenge ответили. Очень логично. Мы все принимали участие в Ice Bucket Challenge. Куда ты выходишь? Дорогие друзья, мы не можем объяснить, что это за человек для Манхэттена. Просто поаплодируйте, Светлана. Светуль, выходи к нам. Почему не можем объяснить? Это долгая история. Друзья, вы все каждый день видите этот... Ну, точнее, каждый четверг видите этот прекрасный вазон, который мы называем Игнат. Человек, который его посадил перед вами. Давайте поаплодируем. Пусть будет так. Спасибо большое. Поделись обязательно с друзьями прекрасными. Молодой человек после тебя сидит, он тоже бы не против. Второй сезон шоу «Типичная Черкасса». Стартовал, стартовал, я считаю, успешно и классно. Спасибо всем огромное, что пришли. Благодарю всем вам. Приколюте еще. Всем вам благодаря. Второй сезон впереди. Много новшеств. Здесь будет все происходить, каша варится. Но только если вы будете хорошо ходить. Привет от Олега Бирюка. Привет от Манхэттена. Привет от Антона Куцелепы. И от Дмитрия Подорожка. Друзья, до скорых и новых встреч. Четверт в восемь. Игнат, спасибо тебе. Да, Игнат. Ты красавчик. До свидания. Шнурочек, шнурочку, колоночки, колонка. Выключ микрофончик, звукорежиссер.